МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первыми опасность почувствуют птицы. В панике они поднимутся ввысь и, заслоняя собой свет, словно безумные начнут метаться в небе. Привычные звуки дня потонут в предсмертном птичьем крике. У людей будет 10 минут, чтобы понаблюдать за странным явлением. Но любопытство быстро сменится животным страхом. Замрут автомобили, остановятся часы. В зданиях начнется паника. Все компьютеры выйдут из строя, мониторы погаснут. Обескураженные служащие станут хвататься за трубки телефонов. Обнаружится, что связи больше нет. В ощущении беды люди будут искать объяснение происходящему. Но недолго. Еще через 10 минут все они потеряют сознание и не успеют узнать, что мгновение спустя страшное землетрясение уничтожит все, чем гордилась цивилизация. Только после второго удара Земля успокоится. Будет казаться, что в мире замерло абсолютно все. Останется работать лишь один аппарат. Адронный коллайдер, включенный за полчаса до гибели планеты. 21 марта 2008 года в Федеральный окружной суд Гавайев был подан иск, в котором физики Олтер, Вагнер и Луис Санчо обвинили создателей Большого адронного коллайдера в попытке устроить конец света. Буквально по минутам ученые описали, как будет происходить гибель Земли. Их записи произвели в научной среде эффект разорвавшейся бомбы. Вначале мы увидим, как интенсивные землетрясения и выброс раскаленного вещества из Земли. Но, видимо, на этой фазе уже больше некому будет наблюдать, что будет дальше. А дальше постепенно Земля превратится в шар из странного вещества. Обращаясь к общественности, Олтер, Вагнер и Луис Санчо требовали запретить запуск коллайдера до тех пор, пока не будет гарантирована его безопасность. Вместе с тем физики утверждали, что иск хотели подать и раньше. Однако до последнего момента ждали важной информации от коллеги, который работает с коллайдером. Его имени физики не назвали. Но среди ученых, связанных с темой запуска, возникло предположение. Этим человеком был русский ученый Аркадий Мулин. Февраль 2008 года. Группа российских физиков-ядерщиков уже несколько месяцев находится в Швейцарии. Работа на Большом адронном коллайдере занимает много времени и сил. Но сегодня воскресенье, выходной. Можно немного расслабиться. Коллеги собираются на экскурсию в соседний город Каланш. От поездки отказывается только Аркадий Мулин. Он уже неделю готовит важный отчет, который, по словам ученого, точно станет сенсацией в научном мире. Уже завтра, 4 февраля, Аркадий планирует его обнародовать. Друзья все же уговаривают ученого поехать на экскурсию. Через несколько часов Аркадий Мулин погиб при очень странных обстоятельствах. А его разработки исчезли. В научном сообществе поползли слухи. В пропавшей папке содержалась информация о коллайдере, которая могла привести к прекращению эксперимента. Суд посчитал иск Вагнера и Санчу необоснованным и не нашел причин для остановки экспериментов на коллайдере. Разве эти опасения американских физиков оказалось некому. Они так и не дождались отчета, которого ждали с нетерпением. Ведь Мулин работал на самом главном объекте коллайдера, который получил обозначение проект Атлас. Что касается Атласа и СМСа, это огромные детекторы. Атлас высотой с пятиэтажный дом. СМС, его вес составляет масса 12,5 тысяч тонн одного детектора только. И это вот эти два детектора, Атлас и СМС, это универсальные детекторы. Именно детекторы Атласа должны фиксировать, что происходит в недрах коллайдера. Они первыми подадут сигнал в случае малейшей опасности. Например, если пучок элементарных частиц, движущихся на огромной скорости, отклонится от намеченной траектории. При некоторых обстоятельствах этот процесс грозит закончиться мощным водородным взрывом. Естественно, что энергии, которые будут освобождаться при разгоне частиц в этом коллайдере, будут просто огромными. Как эти энергии повлияют на здоровье, жизнь людей, всей биосферы того конкретного региона, к сожалению, сейчас остается буквально в смысле белым пятном в наших познаниях. В процессе работы над коллайдером мнения физиков разделились. Многие настаивают на его дальнейшем использовании. Ведь этот гигантский экспериментальный прибор поможет обнаружить самую маленькую, самую загадочную составляющую во Вселенной. Это элементарная частица бозон Хиггса. Некоторые называют ее частицей Бога. Ведь, согласно научной теории, именно из нее возникла вся наша Вселенная. То есть предполагается, что вначале Вселенная была в сверхплотном и сверхгорячем состоянии. Грубо говоря, была похожа на атомное ядро. Затем, в результате какого-то процесса, она взорвалась и начала расширяться. По мере развития Вселенной возникали новые элементарные частицы. Эволюция их происхождения хорошо известна ученым. Зато найти бозон Хиггса до сих пор не удалось. Почему он такой интерес привлекает? Поскольку это единственный кирпичик в стандартной модели, который до сих пор не найден. Поисками бозона Хиггса занимаются тысячи ученых во всем мире. Они уверены, что эта находка поможет прекратить споры о происхождении жизни. Наличие частицы послужит подтверждением тому, что наша Вселенная возникла в результате мощного взрыва. Ученые надеются, что с помощью коллайдера бозон Хиггса, наконец, будет обнаружен. Основная цель – понять физику элементарных частиц. Понять, как устроены элементарные частицы. Конечно, у теоретиков есть уже определенная картина и определенные представления об этом. Но, как известно, физика-наука экспериментальна, и поэтому хорошо бы эти представления подтвердить. С помощью коллайдера физики предлагают создать условия, при которых искомая частица заявит о себе. Колоссальная энергия, бушующая в многокилометровом подземном туннеле, спровоцирует большой взрыв. По своей силе он будет равен катастрофе, случившейся миллионы лет назад. Тогда-то искомый бозон Хиггса и окажется обнаружен. Но что будет, если по какой-то причине энергия ворвется на волю? Какую цену заплатит человечество за этот эксперимент? Известно, какой огромный выброс энергии происходит в случае расщепления атома. Именно этот принцип обеспечивает убойное действие атомного оружия. Во время взрыва самое большое количество энергии получает зона эпицентра. Но и на много километров вокруг нее последствия будут необратимы. Во время взрыва происходят четыре основных вида воздействия. Ударная волна сметает с лица Земли все живое, постройки и предметы. Вслед за ней по пространству прокатится электромагнитная. Она гарантированно вырубит все приборы, независимо от принципа их действия. Потеряют управление автомобилей, прервется связь, остановятся часы. Разрушительное действие довершит мощная тепловая атака и невероятная световая вспышка. Все эти признаки очень похожи на те, которые перечислили в своем иске американские физики Уолтер Вагнер и Луис Санчо. Но они описывали не ужасы атомной катастрофы, а протестовали против запуска коллайдера. У коллег была серьезная аргументация. Взрыв коллайдера может оказаться сильнее в миллионы раз. Я считаю, что было бы большим прецедентом для науки отказаться от опасного эксперимента из соображения безопасности. Это открыло бы людям глаза на то, что они рискуют своей планетой. Если предположить, что в случае неисправности коллайдера произойдет катастрофа, просчитать возможные последствия практически невозможно. Но, по мнению теоретиков, слияние мощнейших энергий может спровоцировать появление ударной волны инфразвука. Его свойства сегодня не изучено до конца. Но в истории накопилась масса примеров, подтверждающих его губительное воздействие. Впервые ученые столкнулись с этим явлением, изучая тайны Бермудского треугольника. Одна из них – необъяснимая гибель экипажа бригантина «Марис Элист» в 1872 году. История этого корабля полностью повторяет судьбу многих других. «Марис Элист» была обнаружена моряками в районе Бермуд. К их удивлению, корабль был целым и абсолютно исправным. По слушной течению, он передвигался по спокойной гладре. Но никого из членов экипажа на борту не оказалось. Куда же они могли деваться с корабля посреди океанских просторов? Создавалось впечатление, что все они одновременно выбросились за борт. Но почему? В 1932 году на конференции в Академии наук, академик Шулейкин сделал ассоциационное заявление. Он заявил, что может объяснить явление, которое погубило бригантину «Марис Элист». А также другие. Он назвал это явление «голосом моря» и явил миру теорию о инфразвуковых колебаниях. Исследования проводились в океане, при шторме или во время сильного ветра. Особенно интересные выводы удалось сделать в условиях, когда скорость ветра превышала скорость распространения волн. В этом случае вокруг каждого гребня воды наблюдалась циркуляция сильных звуковых колебаний. В исключительных случаях заряженные и разряженные воздушные потоки создавали звуковые частоты до 10 Гц. В среднем их сила достигала 6 Гц. При частоте от 6 Гц считается для человека довольно-таки опасным. Человек испытывает панику, страх, пытается куда-то бежать. А вот при попадании в зону от 7 Гц это даже может вызвать параллель сердца и расстройство нервной системы. И человек даже может погибнуть. А иногда, в некоторых случаях, человек пытается даже покончить жизнь с его убийством, ищет смерти, потому что он не может справиться с возникшей, неоткуда возникшей этой болью. Таким образом, шторм способен при определенных условиях довести людей практически до самоубийства. При этом не исключено, что его эпицентр может находиться за тысячи километров от корабля, экипаж которого неожиданно бросится за борт в совершенно спокойное море. Позже правоту профессора Шулейкина подтвердили результаты новых исследований. Оказалось, что психика человека не случайно реагирует на подобные инфразвуковые колебания. Именно такие частоты обычно сопровождают землетрясения, извержения вулканов и другие природные катастрофы. Поэтому, улавливая подобные звуки, человек подсознательно ощущает тревогу. У него остается единственная цель – бежать, скрыться, чтобы не оказаться в районе смертельной опасности. Страх при этом будет вызван не внешними образами, он будет словно исходить изнутри. Но море может сыграть с путешественниками злую шутку. Спасаясь от мнимой опасности, человек рискует погибнуть, поддавшись панике. Именно так реагирует психика на некоторые частоты. Но, учитывая мощность энергии, которую способен выработать коллайдер, о панике и нервных срывах речь не пойдет. В данном случае ученые могут смело заявлять о последствиях. Мощная волна инфразвука неминуемо уничтожит на своем пути все живое. Учитывая ее скорость, это произойдет за считанные секунды. И все-таки у идеи создания коллайдера есть масса сторонников. Немалая часть физиков уверена в том, что создание такого экспериментального прибора – веление времени. А наука не может стоять на месте. Коллайдер сам по себе на здоровье может, конечно, влиять. Но система безопасности настолько сложная и тонкая вещь, что она позволяет обеспечить полную безопасность. Но у истории есть немало доказательств тому, что безопасность, исходящая от мощных установок, может оказаться мнимой. До 1986 года то же самое говорили и об атомной энергии. Но события на Чернобыльской АЭС наглядно доказали – даже надежные проверенные меры не всегда позволяют контролировать ситуацию. Непредвиденные события уже имели место и при запуске коллайдера. 19 сентября 2008 года в ходе тестового испытания коллайдера произошел серьезный инцидент. Автоматика не справилась с охлаждением одной из камер. Произошел резкий нагрев обшивки. Разрушилась вакуумная камера в результате вот этого нагрева и как бы взрыва ударной волны, которая там произошла. В результате взрыва в туннель проникли тонны жидкого гелия и вывели из строя уникальное оборудование. К счастью, обошлось без жертв. Это был тестовый запуск, и главный ускоритель коллайдера был в это время отключен. Но если бы агрегат работал на полной мощности, то инцидент с жидким гелием мог бы привести к серьезному взрыву. И все-таки скептики уверяют, что это лишь мелкая неприятность по сравнению с тем, что может случиться. Чтобы понять, насколько опасно это изобретение, исследователи советуют обратиться к древним пророчествам. Значительная часть Библии посвящена апокалипсису. В тексте упоминается зверь. Он поднимается из бездны и будет украшен тремя шестерками. Интересно, что символ научного центра ЦЕРН, который контролирует эксперименты на коллайдере, удивительно похож на три сплетенные друг с другом цифры шесть. Физики уверяют, что рисунок обозначает орбиты элементарных частиц. Но религиозные фанатики видят в них одно – знак приближающейся гибели человечества. Независимые исследователи сравнивают Писание Библии с календарем Майя и приходят к неутешительным выводам. Согласно предсказаниям древних индейцев, 21 декабря 2012 года завершит историю. Время, отделяющее эту дату от первого запуска адронного коллайдера, составляет примерно 42 месяца. А теперь вернемся к Библии. Там говорится, что существо, помеченное знаком трех шестерок, будет царствовать 42 месяца. Потом грянет апокалипсис. И все-таки прогнозы современных ученых иногда оказываются страшнее, чем предсказания древних. Многие исследователи считают, что наша планета уже фактически погибла 10 сентября 2008 года, в день запуска Большого адронного коллайдера. Но начало апокалипсиса люди пока не ощутили. На настоящий момент есть три основные опасности коллайдера. Это возникновение микроскопических черных дыр, возникновение стрельжлетов и фазовый переход в вакуум. Из них наиболее вероятно сейчас рассматривается то возникновение микроскопических черных дыр. Черная дыра – один из самых загадочных и плохо изученных космических объектов. Их необъяснимые таинственные свойства любят описывать фантасты. В популярных книгах все заканчивается хорошо, и черные дыры оказываются уничтожены героями. Но возможно ли это в реальности? Черные дыры – это такая область пространства, в которую по тем или иным причинам, по причинам гравитации считается, сваливается, так сказать, вот окружающее вещество. Черные дыры поглощают все. Черные дыры – настоящие пожиратели энергии. Постепенно они способны поглотить не только нашу планету, но и всю галактику. Это произойдет, если черные дыры скопятся в большом количестве. Работа коллайдера как раз и спровоцирует процесс. Сегодня в этом не сомневаются даже те, кто поддерживает эксперименты с агрегатом. Там планируется формирование черных дыр путем столкновения частиц элементарных с очень высокими энергиями. При столкновении развиваются огромные давления, которые приводят к сжатию материи до состояния черной дыры. И мы надеемся открыть так называемый мини-черный дыр. В начале прошлого года в интернете появились страшные кадры катастрофы, которые могут спровоцировать запуск коллайдера. Компьютерная графика позволяет увидеть, как погибнет Земля. На границе Франции и Швейцарии, где установлен коллайдер, проваливается грунт и возникает черная дыра. В считанные секунды она поглощает планету. Выглядит убедительно. Но ученые не торопятся с подтверждениями. По мнению многих физиков, сверхмалые черные дыры, которые возникнут в коллайдере, будут быстро испаряться. Но у этой теории есть и контрмнение. Например, академик Владимир Ацуковский считает, что все будет происходить с точностью до наоборот. Коллайдер запустит цепную реакцию возникновения черных дыр. Мало того, никто не знает, что с этими черными дырами будет дальше. Потому что, по идее, они должны сливаться. И тогда, значит, могут потихонечку создавать большую дыру. Крупная черная дыра быстро утратит способность к саморазрушению. Поглощая материю, она начнет расти. Смогут ли стены подземного тоннеля коллайдера выдержать ее атаку? То есть оно начнет усваивать вещество неизбежно. И на этом уровне совершенно все равно. Это железо, там, понимаете, стекло, дерево, там изоляторы, металл. Это все равно для этого уровня. Это все одно и то же. И поэтому начнет потихонечку съедать там камеру, в которой все это дело получилось. Изучая работу коллайдера, наиболее оптимистично настроенные ученые выдвинули предположение. Небольшая черная дыра, которая уничтожит изоляцию канала, просто улетит в космос. Таким образом, никакой опасности для землян она представлять не будет. Но оппоненты готовы поспорить. Масса черной дыры начнет увеличиваться, она начнет поглощать окружающее вещество. Это будет происходить не так быстро, как, там, в голливудских фильмах, там, не за секунду, но может происходить месяцы и годы. И по мере того, как черная дыра будет расти, она будет опускаться в центр Земли, вещество будет на нее падать, будет выделяться энергия, как при квазарах, при падении вещества на черную дыру. И за счет этого, вначале начнутся сильные вулканические извержения, которые будут выбрасывать эту энергию, которая, собственно, уничтожит уже людей. А потом вся Земля постепенно полосится. Но, может быть, все произойдет не так быстро. И до критического момента ученые успеют найти способ уберечь человечество. Исключать такую возможность нельзя. Но физики утверждают, что торопиться с выводами тоже не стоит. Ведь пока что они располагают лишь теоретическими знаниями. Дело в том, что гравитационное поле черной дыры очень сильное. И чтобы ее уничтожить, надо воздействовать на нее каким-то процессом, энергетика которого была бы такая же мощная, как и энергетика самой черной дыры. То есть приблизить к одной черной дыре другую черную дыру. Тогда черные дыры начинают деформироваться, происходит процесс слияния, при этом огромное излучение гравитационных волн происходит. Воздействие друг на друга двух гигантских черных дыр может привести к необратимым последствиям. Но скептики утверждают, до этого еще далеко. В сентябре прошлого года коллайдер был благополучно запущен, но никакой катастрофы не произошло. Не было зафиксировано ни землетрясений, ни извержений вулканов. Противники коллайдера возражают. Во-первых, прибор еще не заработал на всю свою мощность. А во-вторых, после его запуска наш мир все-таки изменился. Отмечено, что в мире остро активизировались аномальные зоны. В России подобной территорией стал Урал, район так называемого Пермского треугольника. Сейчас же там резко, будем сказать, в разы увеличилась электрическая активность. Появились страшные по своей интенсивности грозы. Опять начали хозяйствовать шаровые молнии, в результате которых некоторые участки леса на этой зоне просто оказались перепаханы. Другими словами, там на некоторых участках нет ни одного дерева, которое бы не пострадало именно из-за термического поражения линейной или шаровой молнии. Составив подробный график появления шаровых молний, исследователи обнаружили странную закономерность. Шаровые молнии активизировались только в те дни, когда запускался коллайдер. До сих пор фактически неизвестно, не имеется общепринятой теории шаровых молний. Например, известны модели, по которым шаровая молния может быть представлена в виде черных дыр. Так есть ли связь между работой огромного экспериментального прибора и распространением молний? И так ли они опасны, как считают противники коллайдера? Появление большого числа огненных шаров на Урале пока что только пугает людей, но не более. Никаких трагических случаев в этом районе пока зафиксировано не было. Аномальная зона влияет на его организм достаточно сильно. Во-первых, это головные боли. Во-вторых, это рассеивание внимания. Это существенное воздействие на сердечную деятельность. Это постоянное либо понижение, либо повышение, либо резкая смена артериального давления. Резкая смена артериального давления может привести к обмороку и даже к смерти. В середине сентября 2008 года Пермский треугольник находился на пике своей аномальной активности. Многие видели странное явление, напоминающее кадры из знаменитого фильма «Хичкока». Без всякой причины стаи обезумевших птиц поднялись в небо. Чаще всего аномальных зон, особенно в периодах активности, избегают любые виды фауны, особенно микроорганизмы, особенно птицы. 14 сентября 2008 года жители Перми проснулись от страшного взрыва. Прибывшие на место происшествия представители МЧС увидели обломки самолета и фрагменты тел. Долгие месяцы расследования крушения Боинга 737 не дали внятного ответа на главный вопрос. Кто виноват в трагедии, которая произошла в Пермском треугольнике? Своё название эта зона получила по аналогии с Мермудским треугольником, где корабли и самолёты часто терпят крушение. В этом районе периодически наблюдаются НЛО и происходит сбой высокотехнологичного оборудования. 1 июня недалеко от этой аномальной зоны терпит крушение современный аэробус А-330. Самолёт просто исчез с экрана радаров и до сих пор никто не знает, в чём причина катастрофы. Но согласно некоторым источникам информации, именно в первый день лета на коллайдере проводили испытания нового оборудования. Примерно через год странные события на территории Подмосковья заставили учёных снова сопоставлять факты. 3 июня всего лишь в нескольких десятках километров от столицы люди были шокированы странным зрелищем. Ничего подобного здесь никто и никогда не видел. Чёрная воронка с огромной скоростью перемещалась в небе и казалось, что её сила способна смести на своём пути всё. Очевидцы не сомневались. В машине разыгралась торнадо или мощный смерч. Именно такими их показывают в фильмах о природных катастрофах. Из-за девятажки вылетает огромный чёрный столб. Вы знаете, как он гудел. И вот это всё образовалось, но посчитали по секундам, где-то 52 секунды. Вот начало образования самого хвостика и как он пролетел мимо нас. А, знаете, было образовано два смерча. Один шёл по краю зелёного массива сосенок, а второй шёл здесь. И вот они, знаете, где рынок у нас, они соединились, и там, знаете, образовался огромный такой смерч. Снесло все крыши у пяти домов. Даже людям далёким от науки известно. Торнадо в этих широтах попросту не бывает. Здесь, неподалёку от столицы, ни климат, ни географический рельеф не располагает к подобному атмосферному явлению. И всё-таки сомневаться не приходилось. Насколько мощный, я его просто таких не встречал. Ну, смерч, он самый настоящий. Просто очень изначально. То есть многие люди теряют просто сознание. Некоторые. Отчего то ли вакуумный удар, то ли как это назвать, я не знаю правильно. То есть было то и переподавление. То есть люди фактически летали через все квартиры, по рассказам кого-либо, слышали знакомых от друзей. То есть кого-то тащило через всю комнату, а люди оказывались в другой комнате. Увидели просто межквартирный перегородок, там стена в четверть кирпича. Две стены стоят в четверть кирпича. Они просто как взрывом. Просто рухнули, и всё. Как будто её не было. О, крыша полетела вся. Крыши полетели. В тот день жители подмосковного Краснозаводска в ужасе покидали дома. Напуганные люди не сомневались, что многие из построек не выдержат натиска ветра и рухнут, оставив под завалами десятки жертв. Ветер долго не утихал. Его вой наполнял собой воздух. Глядя на чёрную воронку в небе, жители городка не сомневались. Стихия успокоится не скоро. А предугадать, в какую сторону двинется торнадо, невозможно. Образовался он из маленького, тоненького, крысиного хвосточка такого. Прям было видно. И он здесь зарождался, зарождался. И потом уже огромной чёрной трубой пошёл к центру дома. Вот здесь у нас лесочек. Деревья стали выкорчевываться, появились корни. Он прошёл сюда, вглубь, через дом. Дом тоже пострадал. Там большие бетонные плиты, вот эти краевые. Их бросило на дорогу, будет видно. И второй смерч пошёл вдоль леса по улице 40 лет победы. И они соединились где-то в этой части. Потому что очень сильнее всего пострадала улица Новый, 1, 3, 5, 7 дом. Крыши полностью были уничтожены. Уничтожены балконы. И даже внутри перегородочные перекрытия, а перегородки кирпичные тоже были разрушены. Когда стихия, наконец, стихла, странное природное явление немедленно стало предметом изучения специалистов. Сопоставив детали разрушений, они смогли вычислить мощность торнадо. Энергия, которая выделяется за время его жизни, порядка одного часа, например, у нас измерима с энергией ядерного взрыва, атомного взрыва. Так что огромная энергия. Как предотвратить вот эти процессы? Ну, наверное, это очень сложно, если возможно вообще. Значит, может ставиться задача прогнозировать возникновение смерти. Но и здесь успехов пока особенных нет. Можно только вот обнаружить, что он возник, и как бы очень быстро передать информацию, чтобы люди успели укрыться. Поэтому там есть система оповещения. Но там счет идет уже на секунды. Фактически небольшой подмосковный город оказался подвергнут натиску чудовищной силы, равной средней атомной бомбардировке. В прессе сразу появились предположения. Подобная реакция природы не случайна. В июне 2009-го на коллайдере проводились широкомасштабные эксперименты. А уже 3-го числа в небе Подмосковья сформировалась торнадо. Явление нетипичное для этих широт. Журналисты и некоторые исследователи находили между этими двумя датами прямую связь. Но большая часть ученых с такими выводами не согласна. Тем более, что в погоне за сенсациями легко посеять неоправданную панику среди населения. Это явление очень редкое, надо сказать. Она встречается не каждый год в наших умеренных широтах, но оно бывает, поэтому, как аномальным назвать его трудно. Но эти явления возникают в том же ряду причин, в котором возникают сильные ливневые осадки летом, ливень, грозы, град, смерч. Это явление связано с интенсивной конвекцией в атмосфере. Ученые пытаются убедить, что торнадо в Подмосковье – явление редкое, но не исключительно. Но почему же за долгое время существования Москвы ни одна летопись не сохранила данных о подобном явлении в прошлом? По свидетельству специалистов, ни в одной исторической хронике нет упоминания смерча такого масштаба, способного разрушить небольшой подмосковный город. У нас стояла остановка автобусная «Газели». Вот ее унесло смерчем метров пятьдесят с лишним. А вторую машину тоже настояла на остановке. Это «Газель». Ее перевернула и туда же бросила, в девятиэтажке, это тоже метров пятьдесят, даже больше. И прямо на крышу «Ниссана». Вот та же женщина была, также у нас и Кюск при остановке. Представьте, ее вот так кувыркало, несло эти пятьдесят с лишним метров, как в хорошей бетонной мешалке. Конечно, она пострадала. Так есть ли связь между работой коллайдера и атмосферными явлениями? И как далеко может завести человечество эта опасность? Многие специалисты комментируют этот прецедент, списывая проблему исключительно на людскую мнительность. Тема коллайдера уже не первый год будоражит умы. Люди с богатой фантазией иногда готовы приписать работе коллайдера все непознанное и непонятное. Часто между понятиями нет ни малейшей связи. Например, не так давно москвичи наблюдали еще одно удивительное явление. В небе появился странный объект, полностью повторяющий форму главного объекта коллайдера. Гигантскую трубу ускорителя, замкнутую в кольцо. Но несмотря на показания десятка очевидцев и кадры, которые транслировали ведущие каналы страны, многие специалисты отказались придавать явлению хоть сколько-нибудь серьезное значение. Атмосферные процессы, они очень многообразны. Там действует множество механизмов. И сочетание, комбинация, комбинации может быть очень много, и в том числе очень интересных. Неожиданное как бы сочетание факторов, многообразных, может приводить к весьма интересным явлениям. Вполне может быть, что шутка природы сложилась в причудливый образ без всяких знамений и предостережений. Ведь под влиянием ветра облако способно принять любую форму. Но вместе с тем, некоторые специалисты не упускают случая напомнить. После пуска коллайдера начали происходить явления, которые не могут не заметить даже самые закоренелые скептики. И все-таки большинство ученых не видят связи между работой коллайдера и различными аномалиями и катастрофами. Такие предположения они называют фантастикой и даже бредом. Но обвиняя других в склонности к фантазиям, иногда сами ученые способны на невероятные заявления. Туда можно войти, можно выйти, можно создавать машину времени, гулять в пространстве времени, всякая экзотика. Согласно одной из гипотез, внутри коллайдера может произойти искривление пространства, которое приведет к созданию так называемой кротовой норы. С кротовыми норами связаны надежды физиков создать машину времени. Потому что в отличие от черных дыр, в кротовую нору можно упасть и можно выйти из кротовой норы. В кротовую нору можно просто гулять. Это туннели в пространстве времени. Если вход в такой туннель находится, например, в Москве, а выход в Нью-Йорке, то, войдя в него москвич, через мгновение окажется на другой стороне планеты. С такой же непостижимой скоростью можно перемещаться не только по Земле, но и в космосе. За одно мгновение человеку удастся преодолеть расстояние в миллионы световых лет. Ну, наверное, для телезрителя проще всего отождествить его с таким объектом из известного фантастического фильма, как «Звездные врата», когда герои фильма путешествовали через большие космические, космологические расстояния, через вот такие «Звездные врата». Согласно одной из гипотез, некоторые кротовые норы позволяют путешествовать во времени. Наш современник, попавший в такой тоннель, может оказаться свидетелем Куликовской битвы. Вот только его участие в событиях прошлого полностью исключается. Естественно, мы не можем попасть в прошлое, убить там свою бабушку и вернуться в настоящее. Парадокс в том, что мы убили своего предка в тот момент, когда мы сами еще не родились. Это запрещает теория Эйнштейна. И есть некоторые ограничения теоретические и математические, которые запрещают это делать. Работая над загадками коллайдера, ученые обратили внимание еще на одно атмосферное явление. В разных концах Земли десятки людей наблюдают, как в облаках над океаном возникают фантастические города и призрачные замки. Иногда они трансформируются в человеческие фигуры. Удивленные наблюдатели утверждают, что зачастую даже слышат их голоса. Загадочное явление получило название хрономираж. Физик Виктор Саврин считает, что спровоцировать его способны воздействия мощной техники. В 1967 году люди наблюдали подобное явление в подмосковном Протвино. Вглядываясь в причудливые фигуры в небе, люди думали, что наблюдают чудо. Они не знали, что неподалеку проходит испытание современной мощной приборы. Протвино в 1967 году был запущен к кольцевой ускорителе с фиксированной мишенью. То, что я рассказывал. И в то время он был самым крупным в мире. То есть Советский Союз в то время стоял как бы на передовом рубеже вот в области этой техники. И энергия ускорителя в то время нашего была в два раза выше, чем энергия ускорителя в ЦЕРНе самого большого в то время. Энергия большого адронного коллайдера во много раз сильнее ускорителя в Протвино. Поэтому вполне возможно, что его запуск вызовет не просто хрономираж, а так называемую телепортацию, перемещение объекта из прошлого. Ученые считают, что если его вес будет составлять хотя бы один грамм, это вызовет выделение энергии, равной взрывам тысячи атомных бомб. Потому что здесь мы вступили в область очень больших энергий, с которыми никто ничего не знает. Никто ничего не знает. По мнению Ацуковского, черные микродыры уже возникали в недрах первых синхрофазотронов, которые были намного слабее нынешнего коллайдера. И об этом, как ни странно, свидетельствует процесс глобального потепления. Вот Фреон был виноват. Потом выяснилось, что Фреон не виноват. А я могу сказать, есть одна версия такая занятная, что вот эти уже существующие синхрофазотроны уже наколотили эти самые дыры. Уже наколотили. Это было там 20-30 лет тому назад. Вот потихонечку они начинают проявляться. Потому что энергия эфира громадная. Ее нельзя трогать, так сказать, не понимая процесса. А эти тогда уже тронули. Чтобы не допустить самого опасного эксперимента с коллайдером, профессор Ацуковский уже не раз обращался к общественности. Он считает, что сегодня человечество не готово к изучению, а самое главное, к использованию возможностей коллайдера. Именно поэтому профессор предлагает наиболее нейтральный способ решения задачи. Не уничтожать, а остановить коллайдер до лучших времен. Тем более сделать это можно простым и незатратным способом. Просто отключить ускоритель аппарата от питающей его энергии. В этом случае человечество ничем не рискует. Коллайдер не ядерный реактор. Он не потребует длительного и опасного процесса деактивации. Но почему-то никто не торопится выключить рубильник. Ученый уверен, что несмотря на сомнения разного рода специалистов, коллайдер до сих пор функционирует по причине огромной выгоды. Но чьей? Я написал в 11 инстанций, в том числе в объединенной нации, в ЮНЕСКО, президенту нашему, нашему патриарху. Там, понимаете, ну, в разные... Я помню, что их было 11 инстанций. Ни одна инстанция не отреагировала. Ученый уверен, что результаты работы с коллайдером должны обязательно предаваться огласке. Их должны изучать физики всего мира. И самое страшное, если наработки окажутся скрыты за семью печатями. Уже сегодня существует версия, что главные эксперименты на коллайдере проводят не ученые, а военные. И результаты испытаний коллайдера могут в дальнейшем вылиться в создание какого-то мощного сверхоружия. По сути, коллайдер представляет собой сложную систему мощных электромагнитов. Еще в начале прошлого века их поле пытались использовать в военных целях для создания сверхмощного оружия. Ряд физиков предложили создавать магнитные пушки. То есть свердальные магнитные пушки. Действительно, создав мощное магнитное поле, можно разогнать снаряд в три раза быстрее звука. И снаряд весом в одну тонну, в две, в три тонны. То есть, попросту говоря, стрелять, как тогда собирались стрелять, например, из Парижа по Лондону, или из Парижа по Берлину. Но источника энергии, который обеспечил бы работу столь мощной пушки, в те годы не было. Сейчас же подобная техника может стать реальностью. Электромагниты, используемые для работы коллайдера, обладают уникальными свойствами. Вырабатывая огромную мощность, они потребляют сравнительно немного энергии. Благодаря этому возможно создать небольшое по размерам орудие, которое будет обладать гигантской разрушительной силой. В 1943 году военные США проводили эксперимент. На эсминце были установлены сверхмощные электромагниты, которые следовало включать и выключать в особом режиме. Созданное ими поле должно было сделать корабль невидимым для вражеских радаров. В результате корабль действительно исчез с экранов радаров, но затем произошла катастрофа. Электрическое реле, которое управляло работой магнитов, вышло из строя. В огне погибли десятки человек. Прошло 10 лет, даже больше, в середине 50-х годов американцы произвели новый эксперимент со сверхмощными магнитными полями. Только взяли уже другой эсминец, 3000 тонн, Киммерман. На него поставили, у него и так была очень мощная установка в 60 тысяч сил, а на него поставили сверхмощную энергетическую установку в 100 тысяч сил. Этот и последующие эксперименты окончились катастрофой. Вскоре выяснилась еще одна страшная особенность этих экспериментов. Мощное, но нестабильное электромагнитное поле губительно действовало на человеческий организм. Ученые и военные, которые занимались этими исследованиями, умерли через пару лет после начала эксперимента. Техника того времени не могла обеспечить стабильную работу мощного электромагнитного поля. При современных технологиях, которые используются для работы большого адронного коллайдера, сегодня возможно создание поля, которое может сделать невидимым любой объект для радара без вреда для людей. Но чем коллайдер может быть интересен военным помимо уникальных систем маскировки? Что за таинственная, страшная сила скрывается в его недрах? Была открыта так называемая темная энергия, новая форма материи, которая обладает гравитационным отталкиванием. Это пока загадочная форма материи. По мнению некоторых ученых, именно эта загадочная материя может возникнуть в недрах коллайдера во время экспериментов. И самое, конечно, страшное это возможности каких-то взрывов. То есть опыты с антивеществом. Если антивещество соприкасается с обычным земным веществом, то неминуемо происходит взрыв. Несколько граммов подобной смеси способны уничтожить нашу планету. Но если удастся выделить вещество в сверхмалое количество, то вполне возможно создать уникальное взрывное устройство. По оценкам ученых, его размер не превысит спичечного коробка. Зато мощность в десятки раз превзойдет силу бомбы, сброшенной на Хиросиму. Любая армия мира мечтала бы иметь подобное оружие в своем арсенале. Недавно стал известен удивительный факт. Оказывается, первоначально всеми экспериментами на коллайдере должны были заниматься представители только одной страны. Планировалось, что именно на ее территории будет размещен сам прибор. Зачем же закрылся, почему же закрылся этот ускоритель? Оказывается, не надо бы американцам свое первенство показывать. Так прям написано. Вполне возможно, американцы решили, что эксперименты на коллайдере небезопасны для окружающей среды. И может быть, эта причина не единственная, но не это главное. По неофициальным данным, одним из спонсоров проекта изначально был Пентагон. Сегодня никому неизвестно точно, продолжают ли военные в белых халатах свои опыты и с какой целью. Коллайдер контролируется системой называемой ГРИД, в которой соединяет около 100 тысяч компьютеров, расположенных в 11 научных центрах через сверхскоростную магистраль. И шансы того, что такая система может быть использована ради чего-то нехорошего, они и есть. Каждый из этих мегакомпьютеров обладает невиданной мощностью. Собранные в единую систему, эти машины способны устроить самую мощную в истории хакерскую атаку. Если допустить, что это произойдет, последствия окажутся непредсказуемы. Будут выведены из строя самые защищенные компьютеры противника, радиостанции. А это значит, что даже самая мощная армия в один момент потеряет свою боеспособность. Второй удар может быть нанесен по гражданскому населению. В один момент погаснут все мониторы компьютеров, остановятся поезда, находящиеся в небе самолеты потеряют управление, выйдут из строя электростанции. Пока система ГРИД управляется группой специалистов. Но кто поручится, что со временем контроль компьютерной системы не перейдет к ученым одной страны? Скорее всего это будет США, ведь именно Америка финансирует большую часть экспериментов на коллайдере. В этом случае контроль над всем виртуальным пространством планеты будет сосредоточен в руках специалистов одной страны. Но противники коллайдера считают, что это не продлится долго. Уже сейчас их умы занимает новое, более страшное изобретение, которое в недалеком будущем сможет само претендовать на мировое господство. Рядом с коллайдером на Женевском же озере в Лозане находится крупнейший проект по созданию искусственного интеллекта, называемый «Голубой мозг». Они занимаются моделированием человеческого мозга с точностью донейроны. Ученые из Лозаны близки к созданию искусственного интеллекта, который по своим параметрам может не только скопировать, но и превзойти человеческий мозг. И если у них рано или поздно зародится искусственный интеллект, способный к самосовершенствованию, то есть произойдет технологическая сингулярность, то этот искусственный интеллект начнет захватывать окружающие его вычислительные ресурсы, и безусловно система ГРИД будет для него лаковым кусочком. Если представить, что система ГРИД и мегакомпьютер «Голубой мозг» начнут работать совместно, ученые быстро потеряют контроль над своим созданием. Потому что невозможно контролировать нечто более сложное, чем сам человек и его идеи. Человек не может контролировать нечто сверхчеловеческое или хотя бы предсказывать, как оно себя будет вести. По мнению ученых-футурологов, задача которых заключается в изучении будущего, ничего хорошего от такого сверхразума ожидать нам не стоит. О последствиях следует задуматься прямо сейчас. Иначе сценарий развитие цивилизации окажется трагически предсказуемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова